Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. А что, гляфов было двое? Вторая книга Царс, 21-19. Ну, я прочитаю с 18 стиха, чтобы был какой-то контекст. Знаете, в конце второй книги Царс там такой склад, вот уже теряется всякая связанность с повествованием, там самые разные эпизоды по принципу, а что еще было героического. После этого снова было в Гове сражение с филистимленами, из Сабихайху Шатянин, никому ничего не говорят эти имена, сразил Сафа, который был из порождения Рифаимовых. Рифаимы – это какие-то великаны, точно непонятно, кто они. Было в Гове другое сражение с филистимленами. Эл-Ханан, сын Яре-Ургима из Вифлеема, сразил Голиафа из Гата, древко-копья у которого было как вал ткацкого станка. И дальше. Было сражение в Гате. Там был один рослый человек, у которого было по шесть пальцев на руках и на ногах, всего 24. И он был рожден от Рифаимов. Вот снова эти загадочные великаны. Он поносил израильтян, но его сразил Йонадав, сын Шима, брата Давида. Это третий, похоже. Эти четверо были рождением Рифаимов в Гате. Тут несколько их подряд. Иной из них один Голиаф, а второй по описанию очень на Голиафа похож, только без имени. Они палят руки Давида и его слуг. У нас же была 17 глава первой книги Царств, где Голиафа побеждает Давид. А причем он описан очень похоже на этих двоих. Во-первых, он Голиаф из Гата. Это его имя. Ну, ладно, имена, допустим, повторяются. Неуникальное имя Иван, Петр, Мария. Наверное, и Голиафов у Филистимлян могло быть больше одного. Но эти подробности, то, что он великан, то, что он имеет вот это вот копье, как валтказского станка, то есть самое главное, на что наматывается ткань, это такое здравенное бревно, его поднимет-то не всякий. А он еще как копьем орудовал, да? Может, это описание того, что Филистимляне – это такие мощные воины, что, в общем, у них каждый второй Голиаф – великан. А может быть, это какие-то параллельные повествования? Потому что, знаете, вот много разных преданий. И запомнили те, кто передавали эти предания, что вот был такой великан, его звали Голиаф, был он из города Гата. И одни рассказывают, что Давид его убил. Другие рассказывают, что вот этот другой человек – Элханан, да? Я не знаю, как на самом деле. Но я бы обратил внимание вот на что. Давид – это, конечно же, главный герой первой и второй книг царств. Ну, и можно сказать, вообще главный герой исторических книг Ветхого Завета. Потому что, ну, нигде больше такого царя не было. И более того, он основатель династии. Он модель такая своеобразная. Он считается автором многих псалмов. Ну, и вообще такой образец преданности Богу. И очень легко рассказать про одного Давида, рассказать про его подвиги. И вдруг мы узнаем как бы в примечании. Но ведь таких было несколько человек. И они были одной командой. И, может быть, это самый Элханан, он совершил победу ничуть не менее славную, чем сам Давид. И более того, настолько славную, что, в общем-то, эти их подвиги, может быть, даже как-то путаются. Может быть, люди, сохраняя предания вот эти об Элханане, о Давиде, о прочих богатырях, они уже не очень помнят, какую победу кто одержал. Они просто вдохновляются значением, величием этой победы. Мне кажется, вот это тоже очень важно, что Давид всегда с командой. В отличие от Саула, кстати, который всегда один, первый царь Израиля, которого заменил Давид. Войско израильское следует за ним, но он все решает сам даже со своим сыном Элханом. Он, во-первых, очень круто разговаривает как-то так, убить его в какой-то момент даже пытается. А во-вторых, у него команды-то нет. И вот это противопоставление царя, который гордый, одиночка, Саул, и царя, который во главе своей дружины, где каждый герой, да, они разные. Тут перечисляются эти подвиги, и у кого-то подвиги великие, у кого-то подвиги, ну, относительно скромные, если сравнивать с другими. Но это неважно, они все вместе. И там было трое героев, там были еще 30 героев. И вот у них разная степень славы. Трое, конечно, гораздо более славные, чем 30. А Давид, естественно, самый славный из них всех. Но в любом случае это команды, они действуют вместе. И поэтому даже не очень важно, кто Голиафа убил, и сколько Голиафов было. Важно, что они вместе победили Голиафов. В конце концов, этот образ маленького, незначительного парнишки, который убивает великана-богатыря, он становится во многом образом израильской истории. Я уж не говорю про современную, не будем слишком сильно натягивать библейские параллели на то, что мы сейчас читаем. Но вот образ слабого народа, который оказывается победителем в борьбе с могучими империями, это действительно тот образ, который в Библии описывают израильтян и очень часто сбывался в истории. А кто тогда Давид? Ну, в каком-то смысле, каждый Давид, кто выходит на этот бой, даже если его зовут иначе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.